Ребята, всем огромное здравствуйте! Лёшка, Натулёк. Всем привет! И сегодня у нас формат жри, чё дали. Набрал видеоролик, где мы делали намазки, где мы проверяли, искали что-то годное. Там я заикнулся, что я больше всего хотел бы сырки. Наташка сходила по магазам, сделала энную подборку, но она единственная приехала с ошалевшими глазами. Лёша говорит, ты не представляешь, сколько их? Она взяла, сколько ты взяла? Десять. Десять штук. Честно говоря, хотел бы немножко забайтить вас в хорошем смысле этого слова. У нас родилась идея, но мы не понимаем, интересна она или нет. Взять конкретно какой-то магазин, например, Ермолина, да? Ну, мы с тобой разговаривали то, что. И попробовать собрать чисто завтрак оттуда, что угодно. Сырники, блинчики, может быть, пиццы какие-то, колбасы. И вот это всё именно на завтрак то, что мы с вами берём. Ни хреново завтракаешь, парень. Пицца? Там вообще колбасы, пицца, и ты всё вам дил завтрак, сырники. Ну, потому что Ермолина делать обзор на всё, он какой-то нелогичный. А всё-таки, если взять именно тему завтрака, это, может быть, было бы интересно. Ну, когда ты так похудел, скажи мне, с такими завтраками? Я очень... Секрет открою? Не могу, секрета нет. Я, знаешь, как эти, как болезнь называется? Ну, нельзя над этим смеяться, но анорексия, по-моему, да? Когда люди не едят принципиально, им кажется, что они все толстые. Да, но с такими завтраками это тебе не нравится. У меня такого нет. Короче, ребята, огромное спасибо вам за поддержку видосов. Надеюсь, вам, нам сегодня с вами будет комфортно, поэтому, если что, прожмите палец вверх, либо дизлайк, всё прекрасно поймём. Собираем 15 тысяч лайков, понимаем, что тема с Ермолиной интересна, бьём, ищем что-то годное оттуда. Ну и, как всегда, приятного аппетита у нас сегодня завтрак. Надеюсь, у вас так же, ведь сегодня воскресенье. Бабка Ванга Алексейка! Некая творожная масса находится здесь. Вы знаете, был рецепт даже, где делали... Я где-то натыкался, по-моему, в Инстаграме, где делают сами сырочки. Ну, самопально, но, скажем так, немного похоже. Это у нас с чем идёт с тобой? А давай, Лёшка, мы сегодня поиграем в угадайку. Давайте бездавайте. Ну, там много разных вкусов, да? Да. Ну, давай проверим хорошо. Просто мне интересно, вот ты не знаешь, какой вкус ты ешь. Угадаешь ты или нет? Ну, по аромату это творог или творог, как у кого правильно, шоколадная, молочный шоколад. По-моему, ванилью пахнет, нет? Ребята, возможно, я буду сегодня нахваливать всё, но плохие сырки я в своё время пробовал. Я просто очень давно не ел сырков. И вот эта вот тема, ребята, давайте насобираем на сырки. Я так хочу, я просто правда хотел облупасть с этим, потому что, ну, я давно этого всего не ел. Давайте начнём с творожной массы. Она сделана неплохо. Очень нежная. Оно больше похоже на суфле. Шоколад надо отдать должное. Ни в чём не виноват. Но этот волшебный, молочный, вкусный, хороший. Он, кстати, знаешь, что напоминает? Есть шоколад хороший, а есть плохой, на мой взгляд. И вот, например, сникерсы, твиксы, вот всё, это такой очень проходной шоколад. А есть, например, шоколад от Милки. Ну, это такой из тоже относительно недорогих. Он очень вкусен. Если говорить о вкусе, что внутри, у меня ощущение, что это сгущёнка. Прав я или нет? Нет. Не прав. Ну, я не знаю. Давай, говори, что это такое. Ну, сгущёнка, по-моему, стопудово. Так, это у нас простоквашина карамельная ириска. Блин, как же я забыл этот вкус. Это очень странно, потому что карамельная ириска выбила не один зуб из моих зубов. Из моей ротовой полости. Да, ребята, сколько... Я, правда, я ириски очень любил. Почему я никогда не понял, почему они были всегда в детстве такие жёсткие. Как будто бы их выдерживали, да, чтобы потом... Знаешь, это как что работает? Я не про церковную сейчас историю. Ну, нет, про церковную, но не совсем. Знаешь, была такая тема, про свирка, по-моему, называлась. В детстве бабушка всегда, когда ходили, она приезжала, и никогда нельзя было её есть сразу. Её ставили почему-то в трюмо, в тумбочку. Я никогда не понимал. И после этого, через где-то полгода её можно было съесть. Я всегда думал, что эта про свирка должна быть такая. Ты хочешь, что она на самом деле ест это мягкой? Ну, она печёт, конечно. То есть никто не ест это сухарёв. А я с сухарём думаю, прикольная история. А потом мне, по-моему, девочка рассказала. Короче, простоквашина весьма себе норм. Может быть, ещё раз, я не избалован сейчас вкусами. Будем проверять. Пока ставлю на первое место. Очень неплохо. И знаете, что самое интересное? Нету вот этой ириска, она всегда приторная была. А здесь приторности нет. Ну, я не знаю, сколько будет видно. Я надеюсь, видно. Там что-то внутри дёргается у нас, да? Какой-то как будто... Возьми, там жидкий центр. Жидкий центр. Жидкий центр звучит не очень. Ну, любопытно выглядит. Вы знаете, даже смотрится, как есть такие десерты. Это маракуни. Ой, какие маракуни. Маракуни. Ты засыпаешься сейчас. Маракуни. Какие маракуни, черт возьми. Мне печенюшки склеены. Да, склеенные печенюшки. Давайте по-простому. Вот очень напоминает форму от... Макарони, конечно. Маракуни. Господи. Он извращенный. Конечно, я сейчас сам топлю. Я говорю, ты себя засыпаешь просто. Ну, давайте попробуем. Какой-то вкус очень ненатуральный. Очень приторный. И вы знаете, есть такая паста шоколадная. Нутелла называется. Вот она есть нутелла, а есть копии нутеллы. И вот копии нутеллы, они прям вот, знаете, с таким не очень приятным привкусом. Здесь могу вам сказать только одно. Что это вот действительно есть какой-то неприятный привкус. Шоколад невкусный. И это все хочется запивать всеми благами, что у вас есть. То есть вот в отличие даже от этого, это может быть даже из разных тем. Но прикольно, что разные мы с вами имеем сегодня представителей. И разные форм-факторы. Но не вня... И внизу как будто бы еще, знаете, какая-то такая легкая печенюшка, опять же, в шоколаде. Это типа, знаете, шоколад с шоколадом шоколадом погоняет. Так это называется три шоколада. А, да? Да. Но мне не понравилось. Я это ставлю сюда. Можно сказать, что это? Ух ты, какие теперь у нас делают коробочки. Сырок... А, глазированный. Ну вот от этого ничего нет. Три, да, три шоколада. Возможно, для шоколадной души это может понравиться. Мне, честно говоря, не понравился и шоколад, и качество, как это все сделано. Но, честно говоря, нет. Не хочу никого обидеть. Я знаю, что сейчас много обиженных, но все же. О, ты, какие тут штуки-то у нас. Слушайте. Ну, вот это у нас крайне... Это, во-первых, темный шоколад. Явно. Внутри то ли это орехи, то ли что-то. По аромату. Вы знаете, все перебивает черный шоколад. Данный экземпляр я даже доедать не буду. Творожная масса сделана погано. Плохо сделана. В отличие от даже простоквашины того же самого. Да, то есть здесь попадаются комочки. Все как-то очень небрежно взбито. Темный шоколад отдает маслом. Причем, знаете, таким вот... Как вот объяснить, да, вот это состояние шоколада? Я не шоколадная душа. Ну, ты понимаешь, о чем я хотя бы говорю? Как будто оно такое масляный шоколад. Очень масляный внутри. Как соевый, знаешь, как заменитель какой-то. Ну, не знаю, мне вот шоколад не понравится. Внутри еще орешки, какая-то нуга, вкусы. Я так понимаю, это что-то типа просто будет сейчас с орехами. Второй раз точно. А ты меценом в конце сегодня, да, будешь все говорить? Да, я... Ну, ты сам. Ну, хорошо. Ну, я гадать просто не буду, потому что я не разбираюсь в этом. И гадать вот здесь вот прям пальцем в небо. По мясу, пожалуйста, попробовать можно. Но здесь точно нет. Света Светлогория. Кстати, у Светлогория есть хорошие сырки. Это история. Я даже не удивлюсь, если у них есть история с Баунти и Марсом. Здесь можно сказать, а что ты взял, что Сникерс, да? Но цвет и логотип, вы же понимаете, как восприятие происходит. Конечно, мы сами делали в свое время пиво со вкусом Сникерса. Ну, там разные были мнения, насколько это вкусно было или нет. Но здесь все-таки вообще не... То есть у меня не было ощущения, что я сейчас ем Сникерс. Бывает мороженка Сникерс. Бывает, знаете, вот эти сейчас современные конфеты, которые наши начали переделывать. Там сприт, по-моему, называется, да? Вот знаешь, что эти на Баунтипы... Они типа реально... А? Степ. Степ. Но оно похоже на Сникерс. Здесь все-таки не попадание. Второй раз не куплю. Мне как-то кажется, что... Качество так себе данного продукта. Но вот выглядит, опять же, взбито очень хорошо, в отличие от предыдущих ребят. Знаешь, что еще мне не понравилось? Спритерность остается лютейшая. Очень сладко. Ну, тут, по-моему, точно ваниль. Данный сырок мы ставим в правую колонку. Очень вкусно. Вы знаете, я бы поставил на второе место после простоквашина. Это самая классическая болванка, которую можно представить. У меня было ощущение, что попадаешь в тот самый момент в детстве, когда не было огромного количества этих сырков. Было там, ну, два, может быть, вида. Да, может быть, там уже появлялись три вида, еще что-то. Я не особо сильно прям застал Советский Союз. Да, как, наверное, Наташа. Но она, скорее всего, и Древнюю Грецию застала. Вот, но все. Да я с Наполеоном бухала. Это ты доктору расскажи. Короче, не знаю. Максимально здорово взбито. Творожная масса. Шоколад. Шоколад здесь очень сильный. Вот он черный, да, и здесь черный. Но вот ощущение-то здесь другое. Максимально здорово. Но второе место. Мне это больше понравилось. Вспоминая лучшее. Сырок. Ностальгия. Ну, наверное, отчасти могу сказать, что да. Они вот эти вот фибромибры мои сделали. Ностальгия у нас играет, ребята, как гост. Ну, или в данном случае здесь ностальгия по тем временам. Возможно, возможно. Это неплохо. Кстати, я думаю, что это недорогой должен быть представитель. Потому что упаковочка. Я знаю, что вот эти вот упаковочки, которые... Не знаю, почему их пока еще не было здесь. Которые такие, знаешь, картонные. Они достаточно дорогие. Они все хорошие. Могу сказать, ностальгия норм. Я бы взял... Божечки, ты что ты творишь? Это что? Это тоже сейчас сырками называется? Но обратите внимание. Ну, какой-то типа маленький тортик, может, похоже. Маракуйя, по-моему. Вы знаете, это, наверное, я бы сказал, сырок для извращенцев. Ну, то есть, когда-то тебя... Возможно, есть люди, кому приедается что-то конкретное, да, и они ищут что-то другое. Я не конкретно имею в виду там... Сами понимаете. А я имею в виду, что может что-то приесться из еды. И вот это уже для... Типа, знаете, история... Помнишь, было у Рафаэла или Феррорше такой слоган? Искушение для искушенных. Вот это, скорее, можно применить к данному экземпляру, потому что здесь четко чувствуется то ли манго, то ли маракуйя. Вы знаете, к сожалению, из-за большого количества производителей, кто соединяет маракуйю и манго, те уже это все воедино кажется. Внутри попадаются семечки. Я, черт возьми, не помню, как они называются. Такие есть соки, лимонады, в которых они плавают. Чия. Косточки. Да? Да. Есть это? Да. И это манго. Манго? Ну, блин, маракуйя, вот кислинка легкая идет. Кислинка больше к маракуйи все-таки коннектится. Вот эта вся масса, тебе кажется, вначале что-то непонятное. Потом ты понимаешь и вычленяешь оттуда творог. Творожную составляющую. И внизу находится вот эта вот подложка. Я так не понимаю, типа некого печенья, может быть. Вы знаете, вот честно вам скажу, но это реально уже для тех, кто все пережрал из сырков. И объедини то, что ты описал одним словом. Как это может называться? Срок. Чизкейк, господи. А, чизкейк. А, ну, кстати, похоже на чизкейк. А, это бы ее Александр. А, нет, это не бы ее Александров. Нет, теперь нету даже. А, Александров же умер, по-моему, была история. Они сохранили традиции, коробочки, все, но вот теперь такие вкусы еще пошли. Они, видимо, продали контору, что ли? А я так привык бы. И у Александров это одни из лучших, на мой личный взгляд, сырков. И у них классические сырки вкусные. Но это у нас делает уже рост агрокомплекс. Десерт творожный с манго и семенами чья. Ну, как будто бы немножко отдает маракуйностью. Классно, ребята. Это типа не первое, ни второе, ни третье. Это просто типа, знаете, это для извращук. Как для меня. О, те, кто много чего поет. Реально здоровское. И знаешь, что здорово, Наталья? Нету приторности у вкуса. То есть ты ешь такое, прямо оно нежно кислиночка идет, такая творожная. Ну, хочешь забить там кружкой чая, чтобы это хотя бы с зубов слезло. Офигенный видос. Слушай, все, если будем делать такие, вкусы не называешь. Мне нравится догадываться. А то я уже с этими ценами, тут интересно хотя бы. Ладно, едем дальше. Это что-то, скорее всего, опять классическое будет. Молочный шоколад и масса. Реально маслом отдает. То есть творог может не очень хорошего качества. Это в какой-то мере тоже можно назвать искушение для искушенных. Тоже для извращенцев. Здесь вкус очень необычный. Творог, творожная масса, давайте так это все-таки называть, она взбита, крупицы попадаются. При этом немного воздушно. Шоколад хороший. Но вы знаете, что ты чувствуешь на послевкусе? Ты чувствуешь вкус масла и халва. Ну, вот теперь ты догадался, почему я не стала. Ну, я знаю, Наташа просто мама в свое время сделала басяцкий подгон, подогнала ей. Сколько мам ты тогда подогнала, Натахе? Ну, до хрена. Килограмм этой халвы она съела и все. После этого ее... Ну, я не ем с 9 лет. Я не любитель халвы, меня не заставить ее съесть, потому что... Ну, если только на халяву. Нет, конечно. Не нравится сочетание вот этого подсолнечного вкуса. Но еще раз повторюсь, я это ставлю сюда, но, может быть, люди, кому понравится. В целом, это, наверное, норм, но мы не можем это оценить. Давайте так, потому что это не наши вкусы, не наши предпочтения. Советские... Слушайте, ну, тут по мальчику видно сразу, что ему, конечно... Так же, как мне было? Да. А так что, смотри, с халвой и семенами подсолнечника? Вот тут отдает это все. Так, едем дальше. Молочный шоколад. Вот такая вот основа внутри, творожная. Аромат. По-моему, классический будет сейчас сырок. Это очень понравилось. Это идет у нас сюда. Вкус. Не могу разобрать конкретный фрукт. Сейчас Наташка мне его скажет. Но хочу сказать по поводу массы, которая здесь находится. Это очень интересно. Был такой сыр в свое время в Филадельфии. Это некий сливочный сыр. Может быть, на основе... Нет, по-моему, он просто на основе сливок делался. И вот здесь это все... Он максимально сливочный вкус дает. И ощущение именно такого сыра в Филадельфии... Ну, не шибко сладкого, скорее, сколько кислого. Это... Это был... Вот это облачка в мире творожных сырочков. Что это за фрукт? Я не понимаю, честно. Ну, я вообще не понимаю. Инжир, вообще. Что это? Инжир. Я не знаю, что такое инжир. Я ставлю это сюда. Я не ел инжир никогда. А, подожди, а сыр Палермо ты почувствовал? Палермо? Ребята, я про сыр Палермо не знаю ничего. Но могу сказать точно. Это очень похоже на вкус Филадельфии с творогом. И вместе все это дело вот с этой ягодкой. И лжи... Алжир этот? Инжир. Инжир. Инжир, он может не всем понравиться. Возможно. Но это просто нежняя. Вот я думаю, что ребята делают и не только с этим инжиром. Я бы просто классику съел. Даже, ребятоньки, даже вот, наверное, на уровне Баю Александровна, вот такой коробочка, видишь, опять. Прям я бы вот взял второй раз, но с другим вкусом. Я уже представила это с кофе, вот так вот, с черным кофем. И без сахара, самое главное. Без сахара. И вот оттеняй вот этим сырочком. А лучше винишко, сырочек, грушится. И нахрен это кофе с сырочками? Ну что, я языкатый змей хочешь себе сказать? Вообще. Итак, следующий сырок малюх поплыл. Кто-то попкой, наверное, своей посидел на нем. Да, Наталья? Нет, он такой. Что, он такой вот треугольный? Если бы тебе оселся. Он треугольный такой? Ну, такой вот помялся, наверное. В общем, очень шоколадный аромат чувствуется. Да, вы знаете, конечно, все познается в сравнении. Особенно, когда после хорошего ты пробуешь что-то такое, ты чувствуешь в себя грехи данного продукта. Вы знаете, я бы здесь сказал, мне нужно сейчас сделать эту аллегорию, чтобы вам объяснить. Когда ты покупаешь хороший коньяк и начинаешь с ним вот так вот баловаться в стаканчике, да? Есть вот так называемые следы. У них даже название какое-то профессиональное есть, когда они остаются такие вот стекая масляные, такие некие подтеки, да? Говорят, сколько там течет. Разумеется, конечно. Это прям вот признак, я не буду умничать, я не коньячная душа, и коньяк не мой самый любимый напиток, но все же. Здесь то же самое, только в виде вот этого футляра, футляра, господи, вот этого стакана ваша рот, да, по которому сползает вот этот вот жир абсолютно растительного происхождения. У этого нет ничего общего с творожной массой. Это все взбито непонятным абсолютно масляным вкусом, и все это заедается шоколадом, который сделан как будто бы из угля. У этого нет вкуса, это приторное, что-то непонятное, порошковое. Вот это типа, знаете, это сырочек, который хотел... Я думаю, что это супер недорогой будет вариант, потому что вот прям вот, ну, совсем над ежей сделано. Прям вот настолько мерзко, это хочется запить чаем и больше это не покупать. При этом это сладкое, это приторно, это масляно, и все на свете. Рост, агро... Господи, Татспорт, Пиртпром, рост, агроэкспорт, понимаете? Творожные, глазированные, с ароматом ванили. Ваниль вообще не чувствуется от слова совсем. Ребята, это очень. Они тут еще и медалик наполучали, вы понимаете? Шоколадных, скорее всего. О, тут они тебе и здесь получили, из золотого фазана какого-то получили, и лучших 100 продуктов товаров России. Господи, ребята, ну посмотрите бы его Александров бывший, да? Сейчас ныне Росагра тоже, Спорт, Спирт, Пром, Тор, Торк. Но ни одной медальки нету, я уверен, у них есть. Они не кичатся этим, ну хватит заниматься. Ну, тут посмотрите, ну у нас, например, Простоквашина. Ну, уверен, тоже что-нибудь завоевывали. Кроме QR-кодов ничего нету. Тут тебе сразу все медали мира. Это, знаете, как вот у меня есть соседи, у которых есть собака. Чао-чао. Я уважаю собаку, уважаю соседей. Ну, знаете, как они гуляют, променад у них вечерний происходит? Они на собаку нацепляют огромное количество медалей. Ну, то есть это какая-то где-то она участвует. Наташа, объясни мне, на кой ляд это делать? Ну, если, если, вот, если это не понты, то да что понты? А если у меня дрессированный попугай? Ужасно. И кичи не вот этим, типа, вот, чем, я уже знаю, чем хуже продукт, тем больше на нем будет вот этих вот лычек того, что мы купили золотого фазана медальку, колосок золотой России, там, и вот это какое-то непонятные знаки абсолютно ужасно. Слушай, а ты когда-нибудь видел попугая с медалью? Ну, я боюсь, что это будет единоразово сделано. Все, знаешь, медаль вешается, знаешь, какие-то пины, пины, ну, знаешь, в очке. А, то есть можно на скоте, да, попугай? Так, защитники животных, мы это шутим. Мы уже про плюшевого говорили. Да, мы про плюшевого. Ладно, поехали. Ой, у нас начинает уже подтаивать все, поэтому буду вот так показывать. Здесь у нас что-то, видимо, Наталья резала, и это уже не то, что это шоколад вниз пошел. К сожалению, да? Ну, у нас на улице сегодня 22 градуса. Почти как 22 сантиметра пицца. И стаб 22, а? Я тут маленькие интеграции делаю, а ты мне мешаешь. Ну, все забито шоколадом. Это некая золотая середина. Объясню, почему, опять же, для меня золотая середина. Творожная масса неплохо сделана. Нету вот этой воздушной. Это мы, типа, уже откормились тут этими чиа, вот этими что-то, палермо, да? Вот это все с жира, да? Переходим. Нету вот этой воздушности, но при всем при этом вот это как раз и есть некая классика, на мой взгляд. Она максимально похожа. Почему мне не зашло? Мне не нравится черный шоколад. И он здесь именно горький шоколад. И он хороший шоколад здесь. Именно оставляет горечь. Приятно. Конечно, ну, скорее всего, это не какой-то супер, там, какой-то, какой-то швейцарский шоколад. Да, еще какой есть. Но в целом это хорошо. Я ставлю это все. Я бы это доел 100%. Второй раз купил бы ровно то же самое от этой компании, только с молочным шоколадом. Потому что это мое. Но те, кто любит темный шоколад, вам это должно понравиться. Тебе как? Не, мне вот это хорошая классика. Ну, ванилька, кстати, вы знаете, ванилька чуть-чуть здесь отдает. Ну, совсем немножко. Я бы даже не догадался. Вот честно не догадался. Не яркая. Не яркая. Ну, то есть, может быть, ребята и молодцы. Они стали добавлять все ароматизатор, как это делают многие. Могу сказать, за вкусноте его ребята очень классные. Мы брали много от них. У нас не было, кстати говоря, их как спонсоров. Но могу от себя просто сказать. Очень круто делают. Масло мы одно время брали. Масло волшебное у них. И что-то брали еще. Точно не помню. Но оно... Ну, я сметану. Может быть, что йогурт мы брали. Мне казалось, что йогурт какой-то вкусный был. Как будто от них. Да, и я сметану беру хорошую. Ну, как бы нормально. Это золотая середина. Еще раз повторюсь. Кайфово было бы то же самое, только с молочным шоколадом. Но в целом это прям ок. Смотри, а здесь шоколад не растает. Господи, боже ты мой. Что это за кракозябры-то такие, а? Смотрите, ребята. Сейчас я покажу. Вы знаете, по виду вы изнутри. Это больше не творожок напоминает, а какую-то пастилу, что ли. Я вообще не понимаю. Просто шоколад. Очаровательная штукенция. Она идет в разряд именно вот с этим. То, что тебя, знаешь, каким-то необычным вкусом. Для приевшихся, скажем так, да? Что уже прям не вставляет. Хочется что-то нового. Это ведь что-то связано с картошкой? Ну да. Да? Ну это, блин, это невозможно обмануться. Очень здорово сделано. Ну вот, кстати, к слову, да, я там про швейцарский. О, мы в Инстаграм. Что за Инстаграм? Я не знаю, что это за соцсети такие. А зачем? А как они? А почему? А что-то? А так можно, что ли, уже опять заново, да? Ладно, окей. Написано в бельгийском шоколаде. А я прям чувствовал, что реально шоколад какой-то такой, да? Хороший. Итак, что касается названия. Это настоящий бельгий. Так, как в детстве. Ну, как в детстве, вот я помню, мне нравилась очень пирожная картошка. Это ведь то, у кого такие еще такие пум-пум-пум. А вот там футка. Беленький, да? А, ну вот все. Но они у нас всегда продавались не вот как здесь, плюхи такие, да? Они продавались такие, как шипики были. Ой, как это было вкусно, особенно если они свежие. Ребята огромные. Я не знаю, кто это делает. Ну, как в детстве написано вроде как. Я не знаю, какая-то контора. Честно скажи, ты за это готов поддать 100 рублей? 100 рублей да стоит. Блин, наверное, Наташа, да. Как будто бы реально готов. Не каждый день. Я на каждый день бы взял что-то типа вот просто квашеное, только за обычное. А вот это типа по выходным. Ну, условно. Ты знаешь, жирновато. Я просто понимаю, что вот здесь калорий. Как просто... Я не буду вас сейчас загрузить этой темы. Короче, это тоже хорошо. С точки зрения того, что здесь самое дорогое. Ну, это вот эта картошка была, а бывший БЮ Александров с манго 64 рубля чизкейк. Не знаю, может, ты правда по скидке все это брала, но вот это прям достойная штука. Нет. Это-то вот теперь бывший Александров. Он примерно 65, 67, 50. Ну, это уже правда для вот таких в хорошем смысле извращук. Из того, что реально все не понравилось. Вот это прям все годнота. Вот это пусть тоже идет сюда. Росагроэкспорт очень плохо. Советские традиции. Не наш вкус. Не понимаю, как можно любить вкус семечек, масла и халвы. Опять же, может, кому-то это понравится. Чудо. Ну, три шоколада, возможно, не самых вкусных, которые они положили сюда. Ну, и вот это. Опять же, вот тебе светлогорье, да, ты купила. И вот светлогорье. Ну, разный подход, разное мнение. Здесь, скорее, история для детей. Ребенок идет, тыщ, примелькалась, как эта горячая штучка работает. Все, ребята, мы закончили. С вами был, как всегда, Лешка Грильков. Я вас очень прошу, поддержите нас пальцем вверх, либо дизлайком, чтобы понять, надо ли делать что-то с завтраками. Нам очень нравится история завтраков. Может быть, что-то годное найдем. Следующая у нас на повестке. Это магазин Ермольна по завтракам. Наталья, всего доброго. Подписка на канал выскочит где-то здесь. Не, ну, кстати, прикольно, мне понравилось, честно. Прямо необычно. Я давно не ел, и сегодня было много чего интересного. Подписка на все наши соцсети здесь, в описании. Подписки, бла-бла-бла, все. От души пока-пока. Доброе утро, ребята. И приятного аппетита, надеюсь, я вам сегодня пожелал. Всем пока, целую. Субтитры сделал DimaTorzok